хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как ваше полное имя стольников андрей александрович откуда сами из города тверь год рождения 27 декабря 99 семья детей родители мать отец младший сестра и дед то есть вы родились твери и жать контракт до 30 октября 2018 года 2015 18 2018 года какие воск атома слуховая часть 31 35 и должность модель автомобильного отделения украину когда зашли 21 августа а вот на контракте когда подписали контракт это сразу после срочки пусть на контракт да вот вместо они вместо вместо у нас в россии шестнадцатого года можно после техникума с образованием идти на контракт парни а почему выбрали после техник маме ну потому что идти на год в армию было бы нерационально потому что мне нужны были деньги чтобы по домой отправлять а то есть помогать матери на сколько платили на контракт поначалу 32 тысячи потом когда стал и манер отделение стали сорок пять платить хорошо когда подписали контракт украину то сколько помещали нам говорили то что зарплата будет двести сорок и зависит все от того это будете его взять на позиции либо нет а то есть если на позиции то больше еще до двести сорока да там вы еще так называемые боевые то есть это 400 тысяч должно было быть ну думаю да точно не знаю когда зашли в украину двадцать первого августа 25 сентября куда заходили мы с нашим подразделением заехали в город изюм нам нужно было перевозить вещи получить все снаряжение боекомплект в общем все возить в тыл глубже и получается вот мы заехали в изюм стали потихоньку отъезжать от него и в конечном итоге наша база дислоцировать в городе сватого луганской области вот и там уже у меня было отделение автомобильное она была не полностью укомплектована и у меня был только один водитель и одна техника и задача именно моего отделения должна была быть именно либо подвозе боекомплекта но у нас на это отдали 2 от камаза мы должны были ждать там примерно раз в месяц или два раза месяц чтобы нам батальон привозили в гуманитарку и мы должны были по требованию раздавать вот а так мы раздавали то что у нас было на базе именно с снабжение нашего то есть сахара давали так вот каши макароны воевали нет быка возили это один раз привезли ну то есть понимаете без быка нету войны на это для вас война спецоперации до того как все это увидел сам думал спецоперация потом уже после разговора с с миром населением по всей видимости это не спецоперации а что такого случилось мы на население в разговоре ну получается мы когда раздавали им идите тетейду вот общались с ними и они рассказывали как некоторые из них остались без домов без машину вообще в принципе как они переезжали с деревень в города искали ночлег вот у меня в понимании спецоперации это как-то малыми группами быть может домом у деревню максимум извините что я спрошу у вас это с детства заикание да да на самом деле у вас там нету тока какого еще что то есть что вы боитесь все нормально да вот мы с ним разговаривали это с детства логоневроз называется логоневроз логоневроз а кого винило это население разговора с вами вот тут на самом деле было разные мнения вот лично я общался с одной молодой мамой она говорила как их у деревни конкретно их разбила и артиллерия в силу а вот были где еще люди они говорили то что там уже работали как наши артиллеристы так и в сфорте лист правильно понимаю а в плен как попали в плен попал я нам дали задачу доехать до поселка деревка как танкистам наладить связи передать им продовольствие нас было двадцать четыре человека мы выехали на в уханках двух и прикрытие был вот бтр у нас вот мы поделись получается одни уехали налево раньше мы чуть-чуть прямо проехали и попали в засаду нас рассоряли из пулемета так нас был батаре подавил его прикрыл нас раненых загрузили в бтр и двое мертвых мы не взяли их потому что не было времени на это доехали через поле танкистов раненых и перевязали и погрузились миг урал и начали выезжать через полненько и там в засаду еще попали и наехали на противотанку мина вот урал был подорван я получается был возле двери задней контузила вылез из неё стал отбегать чтобы она не задетонировала так она гореть начала и принял решение то что нужно бежать к танкистам но не знал то что в древней троги уже были в силу побежал и так как был контужен сильно и не мог идти стал тут отдохнуть и вышел боец и плен у меня взял я правильно понимаю что как бы главным мотивом захода в украину были деньги у меня нет сейчас у меня была в россии тоже работа можно было уволиться в принципе с армии и в месяц я мог получать от 60 до 70 тысяч рублей занимающим поработать с аварчиком на заводе 33 это принципе работа легкая и не трудоемко это хорошо если они деньги на этом 70 тысяч где там 400 штук тогда какой мотив захода в украину вот лично вот я и водителям у нас было мнение другое то что мы посмотрели новости общались с людьми кто выезжал на россию отдохнуть перебавироваться они говорили то что у людей там нет работы у населения и их получается не всех многих кормят именно вот гуманитарка и мы приняли решение чтобы приехать и раздавать это и если честно раздать успели немногим еду не повлияние от работы в украине украине она есть а вот где были мы салатова например она была не у всех там потому что некоторые магазины не работали автосервисы многие тоже не работали вот и мы это когда вам это рассказывали это летом получается летом получается да да июнь июль до марта 28 кажется числа сватого это было подконтрольная или не подконтрольная территория украины так в марте думаю нет уже потому что если в изюм у нас заезжали уже летом наши армия где-то в июне в июле то свата уже был под контролем россии до 20 до 2022 года сватого было под контроль на украине и все это было хорошо и работа не стало когда получается после того как там за наши войска но это логически плане кушать нет потому что зашли русские войска люди жил для нормально кушать все было в чем вы хотели помочь мне ну я делаю то что мне приказали андрей в чем вы хотели помочь мне вы сказали что не финансы были а то есть вы гуманитарный человек очень в чем вы хотели помочь людям захватили сватого русские все нету ничего кушать нету работа кто виноват в этом то есть вы как российский солдат в чем вы хотели помогать людям у меня вопрос ну я уже на причина этого всего были россияне правильно ну да нет я не думаю я вам просто ставлю вопрос вы говорите что вы хотели там заниматься какими-то гуманитарными миссиями быть солдатом будущий солдатом вот вам вы называете сватого сватого захватили русские россияне в чем помощь сватого сопротивлялась я не владел данной информации то что сватого сопротивлялась это все то что вы хотели сделать помочь сватого люди ну не только там вы сказали бы то что надо ехать сейчас давать воевали воевали как мило русский солдат с гуманитарной миссии на территории чужой страны вам лично не смешно мне лично не смешно все здесь приходили с гуманитарной миссии на чужой территории денег не хотели ничего не хотели из гуманитарной миссии кушать давать людям которых захватили моё мнение такое то что правда звучит нелепо она постоянно лично у меня были интересы именно вот такие вот потому что я сколько украине был не получал заторплату ни разу еще да вы просто не успели просто не успели вас просто быстро хлопнули в силу взяли плен вы просто не успели не надо мне за рассказывать что я ни рубля не получал просто не успели нам давали только штатную заторплату 45 50 тысяч хорошо вы же понимаете вот но то есть это звучит нелепо я хотел я хотела развозить гуманитарку вместе с быка это как типа популяли постреляли а потом кушать дали ну это как-то не складывается вывозили быка без которой нету боёв и да я хотел помогать хорошо это единственный момент на захваченных территорий возить гуманитарку ну я буду приказы вообще я же из заводы обеспечения получать да я понимаю ехать мы поехали хорошо а кем вы вообще в жизни хотели стать о чем мечтали в детстве мчс мчс да а почему не пошли не пошел потому что нужно было сначала целовать в армии потому что без военника не брали туда на хорошо служить вот и потом там за запады 30 тысяч рублей и я принял решение то что лучше после армии за завод туда работать где будет там 60 70 тысяч деньги все деньги не ощущение просто когда я с вами разговариваю совсем единственное место где можно заработать это на самом деле нет но у нас очень немногие люди могут работать на предприятиях по узким направлениям по типу инженера сварочкой либо механика чего ну думаю потому что нас поколение молодой который к этому не тянется наверно к чему тянется молодое поколение в интернет на основном что интернет блогеры ютуберы инстаграма что там что сколько сколько-то миллиона в россии 140 миллионов до что половина страны блогеры ютуберы что ли ну они что все там тянутся этого не знаю но лично я вот получил диплом профессию и после армии думал на завод эти работы отвери есть работа ну да если какая средняя запад средняя тысяч сорок пять пятьдесят тысяч сорок пять пятьдесят это где-то это хорошая запад на двоих думаю да но если ребенок есть надо уже работать вдвоем будет много таких гуманитарий у российской армии которые захватом территории не знаю мне тоже говорили что двое нас был я и водитель мама говорила то что чтобы был во первых если уж еду то чтобы осторожен был и не одобрял категорически это чтобы был осторожен денежку присылал нет не одобрял вообще это то что я в украину и вы читали последнюю книгу значит ожерелье королевы это тот кто написал это шерлока холмса не помню завтра забыл через или королева на 800 страниц книгу и еще что вы знаете украине в украине ну то что сколько и кольжи по учебникам только было но что вы знаете лично в украине что это за страна что это за люди люди любящий свой страну которые еще при петре первом боролись за независимость кто боролся при петре первом с украинцами зависит так иван мазепа снежинга сошедыми было нет да если вы все понимали что это украинцы которые любят свою страну зачем я заходил ну я ну вы понимаете вы говорите что я испанил приказ на мозги какие-то свои есть есть именно поэтому когда мне начали говорить то что вот ты там убивал мировое население насиловал ягод то что я этого не делал так у меня вот есть где я этого не делал хорошо где вы еще с оружием можете зайти в другую страну куда вы можете привести еще гуманитарку русских солдат в какой стране ну думаю туда прикажут да мы поедем серьезно ну то есть вы готовы исполнять да то что он прикажет финляндию не хотите завести гуманитарки финляндия она по моему богатая со стороны если не ошибаюсь и там а украина бедная поэтому должна быть гуманитаркой или как я бы не сказал что бедным тут уже с четырнадцатого года идут бои а как коррелюется вот это привоз гуманитарки финны украина почему выбрали украину по приезду с гуманитаркой выбирали не мы правительство на хорошо но вы же думали вот в финляндию мы не едем а вот поедем в украину с гуманитаркой вы хотели ну что хорошо 14 год что дальше в четырнадцатом начался майдан получается и после него начались с порядки массовые вот и потихоньку это начали перестать в вооруженный конфликт между луганской донецкой областями и украины остальное получается они как бы решили сами для себя то что они отделяются украины и вооруженный конфликт начался раньше еще раньше конечно когда россия забрала крым в крыму путь и этого не знали у нас было как сначала майдан потом крым а потом крым а чем мне нравится то что украина был майдан мне ну ничем я майдану этому отношения никого не имею и как бы насчет него мне высказать не могу потому что он начинался мне больше следующее я не понимал что что-то как сейчас думаю изменилось только то что у нас в россии объявили так называемую спецоперацию и начались бои еще для вас это война жесткие это для вас война лично начались бои жесткие да хорошо старалась уже прям еще в большей мере страдать население страдать население от кого от войны от артиллерии как топлива кто развязывал они это не знаю не знаю я вот лично не она подали на украину меня я думаю да а кто на россии получается если просто логично что не понимаю вот вы реально типа не знаете или вы боитесь сказать боитесь или не знает это дарми а россии напал если про судать трагичную туда получается нас заехал через донецк-луганск и а если дальше в сторону харькова с узких областей направлении киева мы рассуждаем логично с вами да а в россии как на телеке рассуждать не логично я там не включать эти новости вы же знаете но откуда то знаете что люди страдают знаете что там как бы донецк-луганск украина начали воевать откуда у вас эта вся информация рассказывали в основном в армии когда вот еще в части был откуда они черпали эту информацию из новостей думаю не черпали ну то есть теле хотите что-то сказать украинцы я думаю это будет бессмысленно потому что я когда попал в плен меня привезли получается в отделение полиции вот и ждал там камня перевезут куда-то дальше и там было восемь гражданских человек их подозревали получается поддержки российской армии в сотрудничестве с ними коллаборантство да да и они мне доходчиво объяснили то что чтобы я не говорил уже будет все равно чтобы то что там не убивал не носил они говорят нам все равно что-то нам больше говорить из-за тебя мы сейчас третий день находимся вот столетстве в камере это вот они говорили но вы как человек вот вам не жаль то что вы сделали вот чисто по-человечески да вот просто миллионы людей за границей многие много украинцев убиты гражданских да там дети без родителей родители без детей женщины насилованную русскими солдатами города разрушена дома люди все потеряли часть этой всей истории вам нечего сказать ну мыслим говорить если они будут думать то что я это говорю чтобы как-то оправдаться а если уже вот что-то сделал то этому уже же не будет никакой оправдание ты это сделал это факт уже а русскими что-то хотите сказать чтобы думали ну мы в первую очередь о чем ну стоит ли ехать вообще ничего это началось вообще все ничего почему зачем самое главное вам нравится жить в стране россии до чем нравится очень вы горды как россияне назовите мне три вещь которым вы можете гордиться как россияне во всем мире а в первую очередь людьми нашими они потому что у нас вот отзывчивые довольно они такие отзывчивые что пришли убивать украину да ну это уже зависит от а в чем отзыве но каждого человека уникальная страны уникальность страну как россии вот то вот что вот я по-другому поставлю вопрос он назвите мне три вещи который был принцем могли взять у россиян а вот грубо говоря так бы ну чтобы потянуться к россии нет только отзывчивость может быть и нету я вас спрашиваю просто ну я говорю не знаю чтобы потому что думаю то что есть у нас а ну и у вас наверно есть тоже а я спрашиваю уникальная вещь о которой ну почему что может взять нет россии ну по технологиям я думаю мы недалеко вслед социального мира близко что такое уникальное создала россии последние годы я не интересовался вы думаете но не интересовалась отличная машина вам нравится лада 10 модель то есть это самое то есть это как бы мечта вашей жизни нет но она а вот мечта вашей жизни конечно любая ну вот какая модель вам нравится но все-таки есть же модель которая нравится аудита 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 делает в германии в германии в технологии не перенимали у них из-за этого не делал а почему не делают россияне что кимону говорить такие уникальные отзывчивые почему ауди делают германия россияне потому что заплатитовали в германии что но создали это германцы почему россияне этого не могу сделать не хотят думаю да а почему вот на счет этого без понятия это надо интересоваться уже индивидуально у каждого из них свет не хотят просто да а что хотят россияне вот как-то странно вы как россияне хотите ауди но а другие россияне не хотят и поэтому ауди нет а чего хотят россияне в жизни вот чего вы хотите достроить дом завести семью так делайте это зачем украин украинцы то же самое построить дом завести семью делать это у себя ну если повезет сделаю нет а зачем украину за все если вы хотите дом строить и завести семью я же говорил уже по какой причине приехал на украину и тюргой тут не будет уже причины вы хотите ездить на ауди строить дом завести семью но едете в украину не хочу ауди это так марка самый оптимальный надежно потому что санкции не будет и ладно я все вот видите андрей вы хотели помогать народу развозить гуманитарку а вы как представитель россии который ничего миру не может дать потому что вы лично ничего не можете пересчитать чем гордиться вы хотите ауди вам нравится но может быть будете иметь лапы вы хотели семью и детей завозили гуманитарку да получается вы какой то ну то есть россияне в какой то шизофрении живут ну не думаю я же вам повторял то что ауди это так мне бы любая подошла у меня нет принципиально чтобы тот именно ауди мне было взял там любую то что тысячи за четыреста взял и все лишь бы ездил неприхотливый хотите где меня да а почему в первую очередь всем кто у меня знакомые будут чтобы передать им информацию то что чтобы не больше потому что вот по телевизорам говори то что нацисты фашисты после того как взяли в плен на самом деле я переживал насчет этого очень сильно потому что рассказывали как бы пытки тут были какие кто рассказал по новостям так же первый канал свой канал а что за что вы переживали что в автомате гениталии не ответы да ну там пальцы в глаза побежите на камеру и семена пальцами все нормально нацисты не отрезали нет вот в этом то и дело то что взяли в плен там воды дали первым делом просмотрели для ранений вот и в принципе все потом везли в какой-то город у меня личные данные имя фамилии подразделения передали и передали в Харьков для дальнейшей транспортировки уже в Львов а как вообще должен был выглядеть нацист? ну в моем понимании это человек тот что до сих пор еще верит в идею 4 рейха то что он там возродится там чистота нации как этого варийцев было за то что боролся Гитлер и этот человек если кто-то не согласен получается будет с ним там уже мирное население не мирное вот он их либо вешает либо убивает это идеология в чем она проявлялась среди украинского народа вот кстати я не проявлялась здесь я такого не видел не ну вы хорошо говорите идеологии 4 рейх еще что-то чистота нации там понятие и так далее ну то есть вы что-то читали какое-то это зеленое понятие а вот как нацизм проявлялся среди украинского народа как вы это себе представляли ну кто это ну не знаю вот как должен быть не знаю там он с восточной западной Украины этот нацист должен быть как он должен выглядеть вот как бы его рабочий день должен из чего состоять у этого нациста ну по тем рассказам что были по телевизору я составил примерно картину то что у него должен быть отличительный знак в какой-нибудь виде молний хотя бы эсэсовских вот ну и они должны быть агрессивные потому что как нам говорили то что вот нацисты например у нас новости были нацисты уничтожили деревню мирную это это уже не помню там это вот даже если ну это как пример взять от мучу это то что помню заболели то что нацисты заехали гучу вот и стали убивать людей это вот такое было нацисты заехали в гучу и стали забили это были русские заехали в гучу вы про них говорите ну я справлю я а кто это нам показали то что это были нацисты со стороны ВСУ. А зачем ВСУ 8-летнего убивать в Буче, а здесь заехать в Бучу убивать? Для чего это? Когда пришли русские? Вот зачем? Где логика? Не знаю. Думаю, может они заподозрили их в своей трудности, в поддержке российской армии. Серьезно? Возмездное население поддерживал? Ну, Савватова некоторые, да. А в чем поддерживал? Просили, чтобы мы не уезжали из города никуда, чтобы отстаивали его. Андрей, я вот вас слушаю, да? Я вот вас слушаю. У меня, честно говоря, иногда устает от этого всего, да? Вот это все слышать. Вы говорите о какой-то поддержке, что здесь население поддерживает русских и так далее. А для чего, например, Киев это пригородно, там, Буча и русские? Можете мне объяснить? Не можете ничего уникального типа назвать, что делали россияне? Вот. Ну, то есть объясните мне, почему Буча должна была поддерживать русских и ждать их два закона? Объясните мне, пожалуйста. Ну, то я не знаю, если честно, почему. Может, им не нравилась власть местная? Может, из-за этого, может быть, у них были какие-то личные причины. Вы понимаете, что вы это, балды, это говорите? Нет. Вы в этом уверены? Это предположение мы. Откуда они родятся? Вы же типологический человек, да? Да. Или не логический? Какие-то предположения? Вот вы смотрели по телеку, что нацисты убивали в Буче. Ну, это как, это вообще. Вот мне это связать тяжело, да, как логически мыслящему человеку. Нам показывали, что нацисты в Буче убивали людей, потому что они поддерживали русских. Так? Ну, это предположение мы. Ну, это по телеку показывали или нет? Нет. Вы видели, что нацисты убивали в ВСУ? То есть, я вообще не знаю, кто там, кого убивал уже. Ну, это русские-то мы убивали гражданские. В этом, ну, как бы я уверен. Но по телеку вам показывали? Откуда у вас эта информация, Андрей? Из телевизора. Из телевизора. Почему кто-то в Буче должен был поддерживать русских? На этот вопрос телевизор вам отвечал? Нет. А вы не спрашивали, почему в Буче, пригороде города Киев, кто-то должен был поддерживать русских? Нафига? Не знаю. У вас есть ответ? Нет. Это так, как бы я сказал, что где-то в Астрахани кто-то должен был поддерживать, по телеку говорили, хотят украинцев. С какого фига? В этот вопрос никогда не спрашивали? Не задавали себе? Нет. Вот что по телеку показывать? Нет. Я не задавал. У нас, например, в Твери есть люди, те, кто поддерживает Украину. Вы считаете, что россиян думающие нации? Да. В чем? Что они думают? Вот все, что здесь типа происходит, все солдаты говорили, что это вся фигня. Как можно верить телеку? Если вы говорите, что россияне это думающие нации. Ну, я вот, например... Вы знаете, что такое критическое мышление? Нет. Не знаете, что такое критическое мышление? У русских есть или нет? Не знаю. Не знаю. Может быть, есть у кого? У вас лично нет? Думаю, нет, по всей видимости. Я могу сказать, но то, что за всех людей я... Лично у вас есть? Вы себя считаете критическим мыслящим человеком? Думаю, да. Но вы верите телеку. Вот я смотрю новости, да, я там журналист, да, но я анализирую. Я ищу еще какую-то там другую информацию. Вы мне рассказываете о будче какую-то дичь. Русские там... Русские сами признаются, как они убивали. Есть уже репортажи, что они говорят журналистам русским, как они убивали. Граждан миром. Ну, значит, они должны в тюрьму засесть. Это минимум. А войска русские не должны сесть в тюрьму, за то, что они сделали? Ну, это... Ну, смотрение уже с суда будет. А Путин должен сесть? Нет. Не знаю. Почему? Это... Тишать уже не мне. А кому? Должен он сесть или нет. Если не ошибаюсь, по городскому суду. Будет на городском суде? Не знаю, будет или нет. Это уже будет зависеть от... Но должен быть на городском суде? Всемирного общества. Всемирное общество обсуждает войну? Вашего президента? Как они решат. Если будет постановление суда, то ему надо на него явиться. Вы за то, чтобы Путин сел? Чтобы Ага его засудила? Я лично нет. Почему? Ну, если на то пошло, то лучше поменяю тогда на другого ему. Странно, да? Весь мир рассуждает. Да, вот для Андрея Путин красавчик. Путин красавчик. Путин красавчик. Да, вот он не должен сесть. Куча горя в этой стране принесли. Да, он же преступник. Военные. То, что здесь делают. Ну, Путин красавчик для россиян. Зачем Гага? Он не должен сесть. Отличный мир. Для меня красавчик просто президент Российской Федерации. И что? Ни больше, ни меньше. Ну, что? Но на Гагу он не должен пойти, да? Это все решили? Нет, я спрашиваю ваше личное мнение. То, что там решит международное общество, это другое. Я лично мнение спрашиваю. Граждан РФ Андрея. Путин должен быть в Гаге. По моему мнению, нет. Значит, вы поддерживаете всю политику, которая есть. Вы пришли здесь убивать. И поддерживать то, что делает Путин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!